Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на моём канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Вот собралась я посидеть, поговорить, повязать, и понимаю, что с тех пор, как я отказалась от мелочёвки, я имею в виду аксессуарчики-воржёночки, гитрушечки, носочечки, готовых работ-то будет, наверное, меньше, чем бывало. Сколько роликов подряд я начинала, а вот моя готовая работа, а вот моя готовая работа. А сейчас, перейдя на плечевые, я не знаю, надолго ли, не знаю, будем вести речь о продвижениях. Так что, кто не против, оставайтесь. Кто ждёт исключительно готовые работы, ну, по названиям, мол, то-то, то-то, готовая работа может быть раз в сколько-то недель, мы с вами тоже будем встречаться. Ну, а те, кто любит под моё чириканье заниматься домашними делами, усаживайтесь поудобнее. Про движение они есть у меня, про готовые работы пока не говорим. Итак, совсем недавно я вам говорила, что связала полочку и показывала уже аж две детали крукелькаша. Крукелькаш я вижу так давно, ну, как давно, с декабря, что даже новенькие. Несколько человек спросили, что же, значит, за крукелькаш-то такое? От одного названия просто вот, ну, анекдотически смеёмся. Правильно делайте, смейтесь, я для того, чтобы вас веселить. Объясняю, крукелькаш – это три слова в одном. Добрый зритель мне подсказал, я бы сама не додумалась. Кружева, кельмяшкина и кашемир. Дело в том, что из кашемира я вяжу кардиган. Вот к слову кардиган мы ещё не… Ну, к слову кардиган оно растворилось вообще в крукелькаше, там все есть буквки. Вот такой замечательный кашемир, просто великолепнейший, подарил мне Леночка Орлова. Я кругами ходила, вокруг него ходила, тут одно, ну, понимаете, кашемир от кориаджа, по-моему, да? Слова-то какие, я таких только слышала. И вот решилась связать, мне нужно, чтобы какой-то образ у меня сложился. Простейший, своеобразный, мне кажется, все кардиган своеобразный, как писали, что другие горловины тоже… В общем, изделие, как бы его не назвать, поэтому слова кардиган там и нет названия. Своеобразной горловиной на пуговичках. Пуговички деревянные, светленькие, в цвет вот этой вот рябушки. Я эти пуговички уже вроде как купила, может быть, я ещё изменю, не знаю. Вот, и на рукавах, только на рукавах, которые будут, ну, не совсем длинными, может быть, 4 пятых. Я вот же всё подворачиваю. Выглядывать будут кружева. Кто-то говорил, и здесь тоже кружева пришейте. Если вдруг я обмешулилась, и у меня всё-таки вот этот вырез, он больше, чем мне надо, мне очень хочется носить такую красоту. Нет, ну, футболочку на топик всегда можно носить. А без всего, без подёвки тоже. И если я немножко ошиблась и, в общем-то, куда-то что-то у меня съедет, может быть, я здесь кружева и пришью. Но, честно говоря, я вижу кружева под цвет пуговиц исключительно на рукавочках. Так я говорила изначально. А там куда выведет? Вы знаете, теоретически, теоретически очень часто это одно, да? А когда вещь уже готова, может, она будет отрицать кружева на рукавах. Вообще без кружев будет. Тогда Крукелькаш. А, крутой, вы же мне сказали, крутой. Кельмяшкина связала из Кашемира кардиган. В общем, в любом случае Крукелькаш. От названия я не откажусь, ибо нравится оно мне очень-очень. Вот у меня уже не две, а три детали. Это же просто счастье какое-то. Видите, если спинку я связала, просто, знаете, я решила, что в январе начну вязать, значит, новую вещь. А так как был декабрь, что ждать-то с опережением? Я, значит, начала спинку, связала, но для себя решила, что начну вещь типа в январе. И вот раскачивалась-раскачивалась я с этой полочкой. Она, мне кажется, в январе-феврале перешла, я не помню. Но она дошла до места, где нужно было немножечко сообразить с проймой. Пройма у меня чисто символически не вот прямая, а капельку-капельку я ее уменьшила для того, чтобы вязать рукав не отдельно и сшивать, а чтобы прямо от проймы рукав набирать. И здесь, если сделаешь такую прям пройму богатую, нормальную, плечо в плечо, я этого вообще делать не могу. Там или, в общем-то, имитация вточного рукава надо вязать короткими рядами, или отдельно рукав и вшивать. А когда капельку-капельку никому об этом не расскажешь, да, мы об этом, надеюсь, никому не расскажем, то я очень часто вяжу просто от проймы. И даже если в этом случае рукав чуть-чуть здесь поднят, это фасон такой. Я вообще очень просто отношусь к покрою в вязаных вещах, к посадке вязаных вещей. Какое-то сейчас новое слово пошло, заломы называть пельмени. Мне это не очень понятно. Заломы – они заломы, волны – они волны. Ну, так развлекаем, наверное, себя мы, мастерицы, я не знаю. Одним словом, я вяжу настолько просто, что дальше некуда. У меня так вяжется, и это неправильно. Я не призываю никого так вязать. Просто вязать я люблю и обожаю, а по формулам, выкройкам, ещё что-то у меня не вяжется от слова вообще. А вязать-то хочется. И вот я интуитивно вяжу, знаете, выпускаю творца наружу. Мне самой носится то, что я вяжу. Нравится, не нравится – это уже второй вопрос. Главное – носится. И вот удовольствие я получаю в процессе вязания. Поэтому всё у меня идёт хорошо. А вот горловина рассчитать, да, у меня как-то сразу не пошло. Вот эти убавочки. У меня как-то сразу не пошло. Я очень круто взяла каждому второму ряду. Потом как-то в каждом четвёртом не то, не сё. И когда я вырулила, наверное, поэтому моя полочка, первая полочка, вторая деталь после спинки, она как-то застопорилась. Что ж там всё висит-то? А, это я оставляю такие вот штучки для того, чтобы потом связывать. Где можно избежать узлов, я избегаю. Поэтому, когда я набираю петли, я уже показывала, я просто очень давно не вязала. И, ну, как сказать, из деталей я всё люблю сверху вниз, регланом или круглой кокеткой. Там не надо ничего сшивать. И вот эти вот болтушки у меня, может быть, они немножечко мешаются, когда там стираешь ещё что-то. Я уже на них внимания не обращаю. Зато не новую ниточку мы берём для того, чтобы всё это соединять. А она уже у нас заготовлена. Это очень удобно, особенно, когда нитки впритык. Это не мой случай. У меня, кажется, хватит одной бобиночки. Таких бобиночек у меня две. Одна ещё не закончилась. И мне кажется, я если думала, что немножко рукава во вторую войдут. Вы представляете, если... Так, сейчас мы об этом поговорим. У меня уже на другую тему перепрыгивает. Ну, в общем, смотрите, принимайте. Вторая полочка тоже связана. Когда путь пройден, когда понятны эти убавки, они очень простые. В каждом втором, в четвёртом, в втором, в четвёртом. Но если во втором не пошло, в четвёртом не пошло, я выбрал такой путь. Я уже не знала, каким выбирать четвёртый. Я встала во втором, в четвёртом, и у меня всё очень хорошо сложилось. Вот теперь у меня, значит, полочка. Супермаркеры я вам всегда показываю свои. Их, кстати, можно уже убирать. Вот, полочка, полочка и спинка. Красота. Я довольна. Это, по большому счёту, вторая полочка у меня должна быть связана в марте. Вы представляете, как я шуранула вперёд с опережением. Я так люблю. Потому что, чтобы к лету иметь этот рукелькаш уже в готовом виде, я готова связать ещё одну полочку, только не собирать. У меня сборка взаимодействует очень много времени. Я терпеть не могу соединять детали. Вот свяжу. А здесь другой факт. Пока ведь я не соединю рукава, не начну вязать. Хотя там ещё планка эта отдельно вяжется. Но не моё. Но иногда я себе, в общем-то, так тоже вяжу. Одним словом, девочки, принимам. Принимам. А теперь, значит, мысль, которую я недавно посетила. Поняв, что у меня останется... Потому что Лена думала, что я, может быть, две ниточки буду вязать. Нет. Такая красота. Мне нужна в одну ниточку. Она тёплушка, она мякушка. И в две... Ну, я не знаю. Хочу в одну. И в любом случае у меня останется пряжа. В любом случае останется. Конечно, там джемперочек можно, да. Что-то есть застёжка. Вещи есть без застёжки. А можно ещё... Я ведь совсем недавно распаковывала пряжу. И вот она стоит, бобиночка. Здесь альпака, меринос и па, по-моему. Я точно не помню. Но есть отдельный ролик, где я показываю эту пряжу. И вот от неё образец. Если взять от неё образец... Сейчас кто-то, конечно, уже понял идею. Таня хочет соединить ту нитку. Это ещё под вопросом. Это ещё под вопросом. Я не знаю. С этой ниточкой. Кто-то сейчас просто мне напишет. Таня, не портите кашемир и так далее. Мне любят писать такие вещи. Девочки, а вот мы у кашемир спросили, чтобы вот так кричать. Да, возможно, я делаю неправильно. Когда хочу кашемирище соединить с другой бобиночкой. Но с другой стороны. Вы знаете, всё как в жизни. Вот иногда к женщине не подходят. Нравится женщина мужчинам, а к ней не подходит. Она настолько шикарная, что у неё не может быть всё плохо. Не может. Я сейчас вот подойду, подумает мужчина. Я почему ассоциацию провожу. Ведь в пряже всё как у людей. А она там пошлёт меня далеко и надолго. А вот она мне так. А ты подойди. Ты преодолеет этот страх. А вдруг она только этого и ждёт. Но ведь она впечатление производит, что у неё абсолютно там очередь из мужчин. Уж так она хорошая. Уж так она красивая. Уж такая она самодостаточная. Что нет. Куда уж мне до неё. Так же и в пряже. Так же и в пряже. Я считаю, у нас что в вышивке, что вязание в любом творчестве. Такой простор для эксперимента. И бояться этого не надо. Для начала вот у меня будет из чистого кашемира у меня будет одна вещь. Почему бы не попробовать? Я сейчас только на стадии думок. Во-первых, это быстро свяжется. Если уж я эту вяжу на четвёрочке, ну пусть там можно на три с половиной, как угодно. Если эту толстенькую ниточку тоже вязать не тонкими ниточками. Я собиралась. У нас у всех своя плотность, у нас свои все думки. А если их соединить, вы представляете, какая прелесть это будет? Я сейчас эту бобилку возьму, не расходите. Меня останавливает не потому, что там кашемир ни с чем нельзя смешивать. Потому что здесь фасоночка. Вот эту фасонку, она ведь с 3D эффектом, да? Как бы не заглушить. Но если не с этой, то с чем-то другим. Может быть, кашемир с шёлком я свяжу. Может, ещё что-то. Смотри, товарищи, вот мы смотрим на него, как на мажора, да? Дорогая, конечно, пряжа дорогущая. Лена, огромное тебе спасибо за такое просто блаженство познакомиться с этой пряжей. За подарок такой щедрый. А он ведь вот, вдруг он хочет компашку. А он хочет компашку. Он хороший парень, он замечательный. А его все вот, да ладно, как нам к нему подойти? А здесь, пожалуйста, бэби-альпака. Да разве они не подружатся? Они ещё как подружатся? А здесь, значит, меринос. Ну, почему бы нет? Пашечка. Пусть познаёт мир, понимаете? Он хочет быть в компании. Он хочет быть в компании. И это может получиться такая вещица. Свяжется она быстро, потому что спицы здесь уже немалые. Пятёрка с половиной, шестёрка, может, шестёрка с половиной. Конечно, всё покажет образец. И если образец у меня чисто вот этой вот пряжи-то с 3D-эффектом у меня есть, я махоньки-махоньки потом, когда найду... У меня пока в планах это в далёких. В далёких я просто вот... Ну, как мне нравится. Татьяна, вы вот словно... Я говорю, ваш ролик посмотрю, вы словно огород скопали. Вот они, грядки готовые. Я думаю, сажать, не сажать, копать, огород не копать. Вообще в этот сезон-то. Ваш ролик посмотрю, всё. Всё, у меня вот такой вот аналогии проводите вы, я поэтому тоже аналогии сейчас буду сверкать. Вот они, у меня такая, знаете, вскопанная грядка для кого-то, может быть. Да, что-то с чем-то смешать. Не важно что, не важно с чем. Может быть, сейчас кто-то по карачаевскую пряжу чем-то облагородит, каким-то пушком такие вещи. Я очень часто карачаевскую пряжу облагородила. У кого-то лежит этого нехватка, этого нехватка. Пряжа шикарная. Соединили, получилось. Тут вязать не хотел, пряжу много, но вязать не хочется. А какая-то сейчас идея зарит. Точно. Поэтому, вот вы знаете, не просто так, как-то у меня вот этот апельсинчик. Но, но, надо посмотреть, чтобы вот этот 3D-эффект, вот эти вот бирюльки, шеверюльки, конечно, не заглушили. Парень этот ничего не нарушит, правда. Он там вот к этой бобе-альпашечке с мериносиком, он как-то так скромненько, мне кажется, подойдёт. Но вещь, я как представлю, какая вещь будет, потому что я тактильно трогаю кшемир и тактильно трогаю вот эту вот штуку. И я понимаю, что, в общем, я подумаю. Я подумаю. И самое главное, рада, что останется, мне кажется, прям практически вот такая бобинка. Ещё вот она стоит. У меня таких было две. Две одинаково. Даже если рукав чуть-чуть, а на один тоже рукав точно хватит, я в бобинной пряжи не разбираюсь от слова совсем. Вот. А второй, ну, может быть, чуть-чуть, может быть, на планочку возьму, а может быть, и не возьму. В общем, мысли бурлят, и они бурлят не только в этом направлении. Я вам сейчас ещё скажу, в каком они бурлят. Это здорово. Всё, о чём я говорю, связать. У меня мыслей больше, чем рук, чем возможности связать. Но это здорово. Это, знаете, одно перескакивает на другое, одно рождает другое. Может быть, кого-то я мотивирую и себя, пусть не сегодня, пусть завтра, завтра, образно говоря. Но, тем не менее, когда работают мысли, это великолепно. Чем я ещё занималась в плане вязания, кроме как связал паучку. Тоже не процесс, а песня. Мне написали, что Альпас в переводе – горы Альпы. И действительно рисунок похож на Альпы. В небо, Альпы в ночи, Альпы. Я, если найду этот скриншот, ставлю, если нет. Но просто мы представляем горы, Альпы, небо, верхушки с небом встречаются. Говорят, здравствуй, небо, здравствуй, горы, отвечает небо. Значит, я связала спинку. Я связала спинку. Здесь смысл какой? У нас резинка. Переходит в лицевую гладь. Слева и справа платочка. И, да, крутые маркеры. Я от них никуда. Крутые маркеры у меня всегда. Пусть многоразовое использование бабушка научила. Вот. И какой-нибудь метрик остался от пряжи. Зачем выбрасывать? Дальше, отступив две... Клеточки, хотела сказать. Отступите две клеточки влево и пишем. Классная работа. Две петельки. Стала я делать убавки. Конечно же, с обеих сторон. И с этой, и с той стороны. И у меня уже готовые. Ничего абсолютно не надо обрабатывать. Это опять я все тот же хвостик оставляю для соединения деталей. Мало ли. Я что-то прям переживаю, хватит пряжа или нет. Но если нет, я укорочу. А если пряжа хватит, когда я начну разбираться в добинной пряже? Я не знаю. Скос плеча наверху я не делала. Это у нас спинка. Еще раз повторяю. Я свяжу две полочки. Тоже они будут слева и справа платочной вязкой. Не такой, но коротыша получается. Мне говорят, Таня, свяжите. Значит, прикрывающий мадам сижу. А то, я же говорила, джинсы. Я же в том ролике рассказывала. Джинсы, значит, белая футболка. Подтарчивает из спада коротыша. Вы, типа, будете резать. Девочки, да, я не люблю, когда все это отрезано. Я это умом понимаю. Но когда вещь хочется и загорелась, мне уже все равно полнить. Она будет, не отрежет. И все. Для разнообразия что-то надо. И вот когда я чувствую, ощущаю себя хорошо в этой вещи, мне все равно, в каких местах она меня режет, в каких местах она меня полнит. Мне это без разницы. И когда так вот ощущаешь и несешь себя, очень все хорошо. Ну, спинка, одним словом, связана. Начала я вязать полочку. Дошла я, в общем, связала я резиночку. Связала 20, надо посчитать, сколько? 25 рядиков всего-то. Здесь сантиметров 20 даже нет. Да, только вот эта часть будет соединена. Поэтому, если пряжа останется, мне можно даже еще удлинить. Если не останется, я отсюда маленечко возьму. Видите, какая проема? Она может быть, чтобы руки проснулись, вот такая нужна. Но я не хочу тык-впритык. Вот такая пройма может даже еще больше. Вот она здесь же будет исключительно в футболке, беленькой там или какой, однотонной любой. Вот. И даже если она там пройма будет чуть ли не до земли, фасон такой, фасон такой. И я вот дошла до этого места, и теперь мне нужно продумать. Вот, допустим, это у меня полочка. Вот в эти думки всегда, да? Ведь какой-то, как сказать, не выриснет, горловина какая-то, вырис. О, слово искала, вырис. Он намного ниже, чем пройма. Если я хочу, например, пройму исключительно вот прям по себе. Здесь я начинаю убавку. И только потом, спустя сколько-то сантиметров, проймочка. А тут у меня проймочка-то бешеная, она такая, ну, низкая. Специально прям такая разлетайка. Ну, я такая полненькая, и у меня не получится прям разлетайка-разлетайка. И все равно у меня будет как будто так и вязалось. И я вот думаю, то ли начать убавлять прям там же, где пройму, чтобы они совпали, то ли пройму начать и чуть повыше вот такую сделать. Нет, наверное, все-таки вот... В общем, понимаете, как всегда, как вот в Крукелькаше, я дохожу и думаю, что повыше, пройма или вырез, что будет лучше. Потому что можно и так, и эдак. В каких-то моделях наравне начинается пройма, начинается это. В каких-то моделях, если я хочу очень большой вырез, рукав хочу в рукав, я вырез начала, а до рукава еще сколько-то. Где-то, где-то, если я там, допустим, такую нормальную горловинку вяжу у джемперов, мы уже начали пройму убавлять, 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 только потом уже вспоминаем про горловину. Вот этот момент мне нужно преодолеть. И поэтому моя полочка, одна пока полочка, связана исключительно резинка. И вот эти вот несколько рядиков, которые привели, приводят... Что-то мудреное, если не говорю. Несколько рядиков, которые привели нас до вот места... Что касается проймы, да, я уже буду убавлять. 15 штолюбавок я сделала в одной петле. Я потом все скажу, я сейчас. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15 убавок. Вот. Я так-то хотела сделать 3, 2, 2 и 8 по одной. Но это самое сделала, вот все по одной. Вот так просто, как бывает, мальчики многие вяжут. В общем, что вижу, то пою. Как хочу, так и вяжу. Скорее всего, я сделаю пару убавочек на рукаве, допустим, правой поле. И потом я начну убавлять. У меня вот этот вырез будет чуть-чуть повыше, чем пройму, капельку. А может наравне. Я все это решу. И такие вещи, вот я не знаю почему, и такие, потому что я же не по описаниям вяжу. Все из головы. И такие вещи мне нужны просто таким спокойным, спокойным вечерочком. Когда все дела сделано, когда все сварено, все пропылесошено. Вот тогда я могу, ой, все, шпаргалка убежала. Могу сюда шпаргалочки закладываю. Про эту пряжу я рассказываю там же, где рассказываю про это. Они у нас, про это пряжа, где про это в одном ролике были. Вот. Вещи. А какой шарф получился бы. Ой, ну просто я вот солить шлюю. Ага. А плечевых. Нет, жилеток у меня нет. Жилеток у меня нет. Но жилеток у меня будет. Много. Может быть. Ну плюс одна точно будет. И сейчас мы о ней поговорим. Цвет красивый, да? Цвет вообще. С оттенком белая. Белая обувь, белая футболка. Белая футболка. На жилетчики переходим, девочки. Так, в общем, все, что связано. Теперь пойдет лирика. Опять мои думки на будущее. Я надеюсь, принимам все, что я буду. Полочку, кругелькаш и спинку жилетки. О, Альпы. Альпы. Вот так и назовем, да? Жилетка что думать-то? Да, Альпы, горы. Классно. Мне нравится. Альпы. Альпийские горы. Альпы просто сокращу. Вот. Решилась я девчонке, мальчишке тоже, кто смотрит. Всем большой привет. Мы, говорит, вас с мужем смотрим. Бедный мужья. Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Поддерживайте меня и жен, и вообще всем моим друзьям. Большой-большой привет. Я решилась на долгосрочный проект. Созревало тоже сколько, когда я осенью, я помню, в листочках, в листочках осенних, я показывала этот образец. Да, 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 да. В листочках осенних. Джилонг. Вот-то какой джилонг называется ролик. Образец вот как вино. Он со временем только крашен. Я понимаю, что он лежит, себе лежит. Вот. И хлеб не просят. А когда будет носиться, может быть, здесь и шеверюшки, и все. Но такой пряжи я прощу все. Значит, есть у меня... Все говорите, называйте, где пряжа. Значит, я сказала, что Кашемир мне подарил Леночка Орлова. Вот эту пряжу, жилетку, из которой вяжу вот это, я покупала в магазине итальянской пряжи в Перми. А я, когда делаю обзор пряжи, я всегда на всякий случай ссылочку оставляю. Там сейчас новое поступление. Почему знаю? Я оставлю ссылку еще на страницу Инстаграм. Потому что Инстаграм увидела. Там такой завоз, все, упаковка, упаковка. Мне надо было перелеснуть, прям пройти. Таня, успокойся, извяжи. Таня, успокойся. Но завоз прям... Наташа, хозяйка магазина, такой пост написала. Вот эти приехали вкусняшки. Кашемир шелком, кашемир... Я даже дочитывать не стала. Думаю, Таня, убегал. Вот. Нет, ну пока, правда, есть еще вязать. Я совсем недавно все это купила. Надо включать Здравый Разум. Но очень сложно. Очень сложно отказаться даже прочитать этот пост. Посылку я оставлю. Значит, вот такой шикарный кашемир. Да, кашемир. А, ну как кашемир. Это, говорит, джелонг, он прям косит под кашемир. Я согласна. У меня рисуется образ. Мне очень важно. У меня такая сумочка есть. У меня такая обувь есть. В общем-то, я прям как представлю, что я вот в этой вещи. И все. И уже есть для чего вязать. Может быть, надо было где-то в ноябре начать вязать сразу этой осенью. У меня прям уже вот, ну, к весне все это было. Но до всего надо дозреть. До всего надо дозреть. Тогда у меня был недовязан твидовый кардиган. Это тоже был очень долгоиграющий процесс. А иметь два долгоиграющих процесса, ну, я считаю, это нецелесообразно. Этот ни один не будет двигаться, ни второй не будет двигаться. Вот теперь, когда кругелькаш с горки, все остальные процессы будут своим чередом вязаться. Я начну... У меня очень важно иметь фоновый процесс. Его вроде и нет. Он не считается вот так вот, ну, в продвижении каких-то больших. Как правило, это были пледы. Сейчас меня на пледы не тянет от слова совсем. А вот такая вот длинная штука. Я себя в длинных вещах очень хорошо чувствую. И почему, когда я выхожу в свет, в длинной ли жилетке, в длинном ли кардигане, сразу почему-то все мои вспоминают, что я умею вязать. Ой, как шикарно, ой, продаю, ой, подари, ой, тоже хочу, ой, свяжу. Вот. А когда в джемпирах, вроде как так и надо. Я не знаю, почему так получается, но вот так получается. И сколько я вязала твидовый кардиган, начала я его еще лето, прям лето-прилето было, помню. Солнце, лавка, жара. Я тут все первое-то начинала. А закончила, уже елочка была наряжена, по-моему, да? Ну, где-то полгода. И вот я так думаю, что даже март, апрель, май, июнь, июль, август. К осени, к сентябрю, конечно, к августу. Ну, мы не будем торопиться, даже если как, что-то. Значит, хочу длинную штуку, пока планирую без рукавов. Но если рукава попросятся, потому что, понимая, с точки зрения практической, конечно, кардиган, он лучше, чем без рукавка. Без рукавка гораздо реже. Вроде в ветрище холодно, без рукавка как-то смотришься не очень. Даже если под ней что-то с рукавами. А когда жара, в ней жарко. Но, тем не менее, вот такие вещи, они... Я говорю, вот выйдешь в ней и чувствуешь себя, ну, барыней, боярней. Поэтому пока я планирую без рукавов. Не хочу частями вязать. Вот не хочу. Может быть, круглую кокетку. И когда я отделю уже рукава от, значит, тела, все свяжу, рукавочки чуть-чуть подвяжу, сантиметров пять. Может быть. А может быть, еще что-то придумаю. Ну, почему-то я склоняюсь к круглой кокетке. Великолепный образец. Буду вязать в одну нитку. Почему и называю долгоиграющим. Не хочу я ни в две, ни в что. Тут я две с половиной, по-моему, вязала. Может быть, надо 2,75 найти. Или кубический тройка, это будет 2,75. И вязать. Девчонки, ну, вот просто разлетайку. Знаю, что она будет длинной. И знаю, что она будет с разрезами. Больше пока не знаю ничего. Капюшон мне будет мешаться. Там кто-то говорит, капюшон мне. Вот. И если по мере того, как она будет расти, ну, наверное, продвижение буду показывать раз в месяц, если они будут. Если это будет интересно. Да. Потому что раньше, что будут вязаться другие процессы, это будет фоном. Вот. В общем, мысли я, как всегда, потеряла. То, что она вольется, жилеткой все-таки называю, у гардероб со свистом. Потому что любые юбочки, да, брюки, джинсы, неважно. Обувь тоже определяет. Хорж с каблуком. На скоблаках сейчас уже не хожу. Хорж на плоском ходу. Все будет очень красиво. Вязать долго, пугаться этого не надо. Пугаться этого не надо. И так вещей уже очень-очень много. Я люблю. Как бы результат быстрый, конечно. Я и вязать люблю, но быстрый результат. Он стимулирует крупными спицами и все такое прочее. Но, тем не менее, такие вот вещи, с ними повозякаешься. Вот даже сама сейчас мысль о том, что у меня есть видовый кардиган. Мне настолько приятно. Вот сейчас снег сойдет. Вот он у меня будет, царь-царевич, король-королевич, это весной. Хотя, честно говоря, я вот каким-то спортивным костюмом вылезаю от Василика от того же. И про сейчас быстрее. Ну, вещи такие. В общем, я хочу вот такую вещь. И пусть она будет вязаться долго. Я никуда не тороплюсь. Да, вот я хотела мысли сказать. Шкаф и так изобилует вещами. И если какая-то вещь туда положится не скоро, а через полгода, ничего страшного не будет. Это будет мой фоновый процесс. А еще я хочу начать из полухлопка. Наконец-то использовать... Забыла я какой. Сейчас мы вместе вспомним. Я принесла сюда же три упаковки. В общем, дело было так. После того, как я приобрела себе порточки, такие коричневатые, значит, в клеточку, я все-таки задумалась, что пряжицу вспомнила я. Ярнард Бэби Катон. Вот этого шикарного цвета. Просто шикарного. Он говорит, сейчас модный. А я на модный не смотрю, девчата. Я смотрю на хочется-не хочется, нравится-не нравится, идет-не идет. 407-й. Он уже был героем моих роликов. Я даже его далеко не убираю. Наверное, пришло время... Футболочку... Ну, я называю футболочку. Ладно, давайте. Какая футболка? Меня опять ругают за это. Это джемперс, короткую разлетайку без рукавов. Я хочу связать вот из этой, значит, пряжи. Мне кажется, она изумительно подойдет под вот эти самые брючки. Ну, мне так кажется. Но не только, конечно, под них. Они под джинсы, подо все. Но мне как-то хочется каждую вещь вязать, и чтобы она вот-вот... И когда так удачно получается, порой действительно так лето проходит, или там осень проходит, ты понимаешь, ба, да ты проходил там в одной изобилии вещей, а ты проходил там в чем-то одном. И тут мне, значит, один вопрос задали, который заставил меня на полочку с пряжей-то заглянуть на свою. Это я закончу ролик этим вопросом. Меня одна женщина попросила там, значит, услышала, что показывая ангуру недавно пряжу, я сказала, что у меня есть одна идея совместить ее с другой пряжей. Вот меня спросили, с какой пряжей. Сейчас мы до этого дойдем. И, значит, в этот ящик-то я полезла, чтобы показать, с какой пряжей я. Ну, может быть, надо было сначала на этот вопрос ответить. Ну, ладно, я же хочу связанием закончить, и уже традиционно заканчиваю вопросами. И когда я полезла, я... Вот спасибо вам большое. Порой ваши, вот видите, как вопросы. Если я думала только из этой пряжи связать, то увидела я остатки, это почти три мотка, вот этой пряжи. Не смотрится тогда, я лучше ее, наверное, ставлю скриншот. Это у меня связана пеструшечка. Ой, это вообще, я не знаю. Наверное, если вы сказали бы, оставь одну единственную вещь, я бы, наверное, каким-то кардиганом, прям, и вот насчет этой... Это удивительная пряжа, удивительная пряжа, подарок от Леночки Орловой. Удивительная пряжа. Лен, хлопок, вискоза и ПА, по-моему. Ну, в пеструшке я все рассказываю. И взяла вот эти три моточка, три, три моточка. И думаю, ну, три мне уже никуда не хватит. Получается, семь, да, ушло у меня на эту разлетайку-то. Это моя любимочка. Это моя любимочка, я ее сейчас ношу и летом ношу. Вот такие пряжи, конечно, раскрывают. Не просто шик, блеск, а вообще какую-то божественность хлопка и льна. Потому что когда все равно впервые, как и я, встречалась с грубыми полотнами, Лен грубый, хлопок картонообразный, все мнется и прочее. Как-то это отбрасывает. Это потом, когда уже понимаешь, когда поймешь суть этих вещей. А вот когда на такие мякешки нарываешься, которые снимать не хочется, вообще просто. Вот мне сейчас в них уютно, и летом мне в них уютно. Тогда да, тогда понимаешь суть. Я отвлеклась. Я вдруг поняла, что как можно использовать. И мне казалось, честь теоретически, когда я, значит, шла с балкона, у меня там хранится пряжа, к этим макам, которые дома, думаю, о, как они, смотрите, должны сочетаться. То ли где-то заполосатить, то ли связать вот это изделие, и из нее как будто выглядывают вот на рукавах. Я давно такой хочу, момент никак. Потом подхожу и понимаю, что теория теории, а немножко, видите, оттенки здесь вот рыжинки. Здесь рыжинки больше, а здесь такое какое-то совершенно другое. Но у меня же эта пряжа есть в нескольких цветах. Я, значит, дальше полезла. Рыжинка надо. Вот у меня рыжинка сейчас. Ирка, прости. Дело в том, что у меня подруга или вот эту возьмет пряжу, вот она сейчас меня за тыкты делает, или белую. Вот какую она возьмет, которую я ставлю. Вот, значит, эта рыжинка, ой, какой он это прям. Он не такой, он прям огнем горит. Фу. Он огнем горит на камеру. Но факт тот, что вот здесь эта рыжиночка, она есть, но я себя не вижу. Вот в этом, понимаете? И у меня еще как вариант... Вот они. Сейчас я их покажу. Слушайте, это красный. Нет, он кирпичный. Я не знаю почему. Когда так прикладываешь, вот это прям лучше подходит. Но с другой стороны, когда какую-то другую пряжу вводишь, уже изделие, оно как-то... Ну, теряется его вариативность использования, да? Может быть, не знаю. И есть еще белый. У меня, видите, там и красота создана. Ну, в общем, белая упаковка. Все. Все той же этой самой бэби-каттон. Хвалит эту пряжу. Я только с голубенькой вязала образец. Вот. И с белой, конечно, это совсем другой поворот. Я о таком не думала. Но с белой пряжей вот это тоже будет шикардосно. Может быть, даже лучше вот с этой. Просто шикардосно. В общем, я в ближайшее время выясню. У меня аж девчонки-то, они даже сейчас по чайной ложке. Вот. И одна девочка возьмет у меня или вот белый бэби-каттон, или вот этот вот кирпичный. Я пока не могу сказать. А вот из которого у меня останется, этот никому не отдам. Танька жадина. Вот. Слушайте, вот это прям приложила. Мне самой хотят. Здесь белого нет. Здесь около белой, но белого нет. Белый к всем подходит. Что-то мне хочется как-то куда-то... Если не получится с этим, значит, бэби-каттон, полухлопка, у меня есть еще одна идея. Вот. Ну, в любом случае, в любом случае, вот эти три моточка – прелесть. Так, ладно, я пока... Я начну что-то из полухлопка. Это будет вот из того, что я сказала. Или из дизайнерского желтого. Тоже возможно. Но 90% что вот из того, что я сказала... Просто ковтюлю. Я этот цвет очень хочу. Точно не сшивной. Точно сверху. Конечно же, элементарный, потому что... Потому что я так люблю. Потому что я так люблю. Вот. И начну я его, когда довяжу полочку у Альп своих. Довязываю полочку, начинаю это. В ближайшее время начинаю фоновый процесс. Он у меня есть. Есть. Может быть, в итоговых роликах раз в месяц буду показывать процесс. Если будет желание посмотреть чаще, буду показывать. В общем, про это мы все сказали. Жилет в пол. Пока ничего не хочу. Ничего не могу сказать больше. Длинный с разрезами. Не с шивной. Хотя с шивной тоже здорово. Посмотрим. Вот такие планы витают. Я очень люблю, когда планы витают. Их гораздо больше. Но их нужно усмирить, потому что иначе все поначинаешь, и потом все это будет лежать. Я этого не люблю. Уже не раз говорила. Но вот вокруг чего бродят ближайшие прям мысли, да, я вам рассказала. И это здорово. Теперь я перехожу к вопросу. А, нет. Вот тут еще лежит. И, возможно, возможно, если не из этого бэби-каттон, то я начну вязать под эти свои брючки-то, но это маловероятно, из папируса. Вот этот из белого папируса я связала кардиган. Он уже, как сказать, я его показывала не раз. Тоже деревянные пуговички, но замечательные летние отдала. Вот. А себе я вот такой цвет камня оставила. И вот сейчас все мои мысли и бродят около чего-то такого. Вот цвет. Я такой цвет люблю. Вроде бледно все такое, но под загорелое тело. Это все вообще замечательно. Борюсь между вот этим и вот этим. Когда-то, когда-то я свяжу и то, и то. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Нет. Вот. В общем, что-то полухлопковое к лету. Нужно замутить. Вот. Папирус ругают. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Мне с этой ниткой работать понравилось. Вот. В белом цвете, а я именно с белым работала, не было заметно вот этой, ну, как в это, старости полотна, что ли. Полотной, здесь же шелк и хлопок. А шелк буретный. И у буретного шелка вот такие вот какие-то шеверюшки, которые никуда не спрячешь. Они с каждой стиркой, наоборот, только больше выходят. И буретный шелк надо полюбить всей душой. Вот это его косение подстаринута. Я не знаю. Вот этого стремления сделать полотно каким-то не очень шикарным, а наоборот, нет, тот именно шик-то в этом и видит. Но не новым, с лоском, а наоборот, таким состаренным. Это надо или полюбить всей душой, или не вязать из буретного шелка. Хотя тоже буретный шелк, буретному шелку рознь. И вот папирус, все нахваливают его шикарный состав, натуральный состав, хлопок с буретным шелком. Но не всем нравится полотно, которое получается. Вещь на вид, как будто ее стирали, перестирали. Но что делать? Вещь любименькая. Да, ей уже 75 лет, но она любименькая, я буду ее носить. Вот если это всей душой полюбишь, и на это уже не то, что внимания не будешь обращать, а это примешь, вот, когда примешь, то тогда папирус пряжа, конечно же, ваша. Если нет-нет-нет, мне нужен, если уж изделие новое, значит новое. Кто-то говорит, не надо лицевой гладить, а по минимуму, надо вот типа ажурами вязать. Кто-то говорит, нет, ажуры нет, наоборот лицевой гладить. Мы все разные. Спорить в этом совершенно бесполезно. Вот из чего нравится, из того и вяжем. Состав действительно шикарный. А внешний вид, кого устраивает, кого нет, это тоже, как цветочки на клумбе, да? Вот, казалось бы, залезла, ведь я только вытащить одну единственную пряжу, и мои мысли уже пошли. Я думаю, все равно они опять придут к тому, что я не убирала, вот здесь вот лежала, вот эту скорее всего свяжу, а потом куда-то еще вырулит. Не знаю. Вот, но спрошу, не исключено, что из белой, смотря что возьмет подруга. Итак, вопрос, сейчас я отвечу на него. Итак, значит, показав вот эту пряжу, я уже успела ее убрать. Я оговорилась, показала образец до стирки, после стирки, невероятные преображения образцов показала, и сказала, что у меня есть идея, как связать что-то из одной этой пряжи, она великолепна, и соединить, значит, эту пряжу с другой. Опять мне написали, не надо соединять. Девочки, мне такие вещи не пишите. Ну, что значит, не надо соединять? надо, не надо, кто определил? Я, возможно, не буду соединять. Про какую пряжу я имела в виду, там как написали, да, у меня тоже такая есть пряжа, я хочу подглядеть идеи, может быть, вдохновите. Значит, девчонки, вы думаете, у меня все в корзенчиках? Нет, хранится у меня все в мишечках. Значит, пряжа от Сиам, помню, что называется она альпака, я еще все перечитаю, я еще все взвешу, альпака, ангора, это может быть прелесть прелестная, а может быть ужас ужасной. Вот такого цвета, вот с такой папочек перематывал, папочек перематывал, я в самоизоляции их держала снова, вот с такой этикеточкой, это альпака от Сиам, 26-й цвет, сейчас я сначала вот так покажу. Вот, и образец, когда они там не образец, я прямо такой со спичной коробочек связала, я поняла, что мне нужно ее с чем-то, в одну нитку я не решусь ее. Так, это 50% альпаки, 50% нейлона, произно в Италии, по заказу. 300 метров в 50 граммах, еле-еле разглядела. Вот, они такие прям мягенькие, в одну нитку я вязать не рискну, и вот как они сочетаются, пока это у меня же было чисто теоретически, смотрю сейчас, да, это уже получится, вроде, что же так отличаются, они не так отличаются, как на самом деле отличаются, и они, в общем-то, можно подружить, можно какими-то колор-блоками, где-то сделать, можно вместе, можно по отдельности, я вот именно эту пряжу имела в виду, когда говорила, но не факт, не факт, что соображу. девочки, мне очень нравится думать, 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 и уезжать иногда совсем, иногда вот насчет чего думаешь, то и начинаешь вязать. Здесь пушится, там пушится, здесь тепло, тут тепло, это вещь великолепная. Если, допустим, хочу палантин, только из этой ниточки одну, что-то может быть плечевое, быстренько результат нужен, соединю, медленно не буду. И у меня иногда мысли, говорю, уводят туда, о чем думаешь, над этим и работаешь, а иногда думаешь над одним, и именно это помогает вырулить совсем в другое место, совсем в другую идею. Это тоже неплохо. Поэтому ниточка получается пестренькая, но пестрота в одной гамме. Видите, вам на вопрос показала и ответила, мне лично самой пока не нравится. Но вы сказали, какую пряжу я имела в виду, когда хотела соединять. Вот, девчата, эту пряжу с этой. И теперь понимаю, что хотела-расхотела. Хотя вот соединить и пестрить расхотела, а колор-блочить как-то, да, не расхотела. Вот это еще идея, она витает у меня в облаках где-то, как и я сама. Вот, ой, такой джемперок можно состряпать великолепный. Здесь 500 метров в 100 грамм, там получается 600 метров в 100 грамм. Но если вот это какими-то полосками, где-то, я думала, в две нитки, нет, если где-то какими-то полосками внедрить. Сейчас же модно полоска, сантиметров 10, допустим, это где-то полоска. Девочки, я пока просто, вот у меня знакомство-знакомство, и это не стоит, не горит, а потом все это куда-то вырылит, обязательно. Сказала, ответила. Ну, а это было все, вокруг чего бродят мои вязальные мысли на данный момент. Куда они выведут меня завтра, послезавтра, я обязательно расскажу. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель, и до новых встреч. А они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok